приветствую зрителей подписчиков канала также гостей пришедших для просмотра данного ролика microsoft ассимулятор 2020 на канале совершаем тур по адстрим вот летим мы сегодня из линца в зальцбург на прошлом стриме значит мы швихата прилетели в линзы из линза вы вылетели в зальцбург а потом вылетели на рабочий стол вот насколько смог заметить связано это походу с шипчатом то есть второй раз вылетает симулятор когда у меня приходит сообщение на экран о том что ну в сообщение смысле от пользователя и в этот момент происходит зависание симулятора я не знаю я его сейчас обновил шипчат но сегодня времени тестить не туда и сейчас у меня рано утро вот поэтому стриме решил не запускать решил все-таки записать ролик и как раз таки посмотреть будет вылет или нет вот если нет значит это на следующем стриме уже посмотрим там опять же подключу шипчат уже обновленные посмотрим будет вылетать или нет ну что я думал возможно что это из-за обновления шестого но по моему все таки это из-за шипчата ладно будем дальше разбираться и смотреть итак находимся в лес в линзе летим зальцбург 66 миль расчетное время 20 минут но мне кажется это время нифига не правильно что за 20 минут мы не долетим вот чуть подольше чуть подольше будем лететь так снова поднимаемся в небо и берем курс на юго-запад так добираемся до города венс который стоит на реке тура вот а дальше продолжаем опять же движение на юго-запад пока не пересечем небольшое озеро лана за рядом с рекой у рад и вот на прошлом видео мы до долетели до озера туэнзе которым якобы обитают морские чудовища и там произошел улик вот посмотрим что у нас будет сейчас так летим и курсом 233 потом 219 201 как 233 записывая себе вот и принципе убираем эту табличку так мы приступаем наверное к запуску на так батарею включаем включили батарею ключ это не батарея это насос погони так батареи включили у нас минус лайк так ладно навига шинлайт он дикон лайт он подключаем насос подключаем насос и собственно не забудем сюда не заводимся и давай побольше насосик сделаем так баки открыты чем беда и гниш на в положении норм надо было выставить они завели мотор включаем авионику 12 и подкачку топлива мы выключаем смотрим что у нас здесь давай сразу так здесь у нас в положении альт стоит все нормально ветер включим он у нас есть он у нас есть не сбросился так далее gps lock 1 были на 5 накручивать 165 курс у нас 165 курс у нас долго крутит конечно 155 курс у нас так 165 курс у нас есть идем во флайк план до летим там не можем мы совсем без двух лететь так вылетаем с аэропорта кота колол линз так с какой полосы мы будем залетать ну вообще конечно с 26 вообще с 26 так полоса у нас 26 а я есть такое дело да далее и прибытие у нас в аэропорт зальцбург улов скотт так ловс накручиваем а блять что ты делаешь зазы зальцбург есть это у нас австрия так и садиться мы будем на полосу раз я гляну какая нам здесь подручнее на 15 15 интер есть далее процедуры смотрим так а прочь лс-15 викторением так минимумы сколько у нас превышение аэропорта 1411 1611 набираем так погоди че он не перекручить мне же надо он включить он не хочет крутить эй че за ерунда блять ну-ка так и лс-15 все правильно векторы блин включалась же причем он мне не дает даже на лот сдвинуться а че за ерунда надо я не там кручу я молодец так барро 1611 да так 1610 отлично и делаем лод так все хорошо так автопилот теперь настраиваем так включаем flight директора высота пойдем мы в режиме хейдинг так я дампер он высота пойдем через горы поэтому я сразу накручу высоту шесть с половиной тысяч так шесть с половиной и зададим вертикалку уже высота выпускает 900 футов в минуту так 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 сила Ну ты чё, блядь, давай свет мне накручивай. Прикинь, он накручивает, а эти штуки не двигаются почему-то. Они же должны работать, блядь. Так, сейчас второму накручу. Так, что у нас по топливу? Да, топлива у нас дофига. Так, ну и собственно всё готово к рулению. Давай мы сейчас его выполним. Сейчас мы его выполним. Так, пойдём в режиме хейдинга, да? Хейдинг, а хейдинг у нас 253. Так, 253. Всё, 253. Так, давай посмотрим карту. Значит мы вылетаем из линца по прямой, грубо говоря, да? И уходим на право, верно я посмотрел, или не верно? Мне интересно полоса, какая-то 26-я. Ну примерно отсюда, сюда налево. Налево мы уходим. Блин, тут лететь-то, ёлки-палки, смотри. Не так уж и много. На самом деле, давай, наверное. Да нет, не буду я больше увеличивать. Пойдёт, мне кажется, и так. Вообще непонятно, вообще непонятная карта, как по ней можно ориентироваться. Так, мы вот здесь. По идее, мы должны лететь вот сюда. Даже у нас здесь ЛЗП стоит, да? А тут мы куда летим? Какого хера, блядь? А, блин, я смотрю, это мы отсюда прилетели, твою мать. Или нет? Нет. Мы вот отсюда прилетели. Короче, пошла нам в жопу эта карта, блядь, по ней ни хера непонятно. Так, всё, руление мы выполняем. Вот здесь, по идее, да, вот в ту сторону мы и пойдём. У нас укороченный взлёт будет, потому что нам полностью длина полосы не нужна. Так, закрылки во взлётное. На полосе включаем взлётку, стробы. Так, там никто не заходит, не садится. Здесь тоже чисто. Собственно, мы можем взлетать. Вот. Продолжение следует... 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 Проходим сюда и рядом с аэропортом. Идем рядом с аэропортом и далее доворачиваем направо. Вот как раз таки будет у нас здесь озеро, в котором обитает морское чудовище, по легенде, конечно же. Озеро называется Тру-Анзо. Потом берем курс 266. 266, да? И летим на запад. Катерзи, завораживающему Альпийскому озеру, третьему по площади в Австрии и самому крупному из озер, целиком находящихся внутри ее границ. Если честно, до этого мы не долетали в прошлый раз. Так, ну у нас где-то здесь в прошлый раз она выглядела, как раз таки пришло сообщение из чата. Озеро, по идее, мы должны пересечь вот здесь. То есть, то есть, то есть, то есть, грубо говоря, вот так вот мы его должны, да, пересечь. А тут как раз горы большие. И мы, получается, довернем налево и должны пройти вот через это озеро мы еще. Так, ладно, будем смотреть. Да, подлетаем мы козьеву. Пересекать, естественно, я вот здесь не намерен. По причине того, что тут у нас справа горы. Мы сейчас найдем, где нам облететь. Я думаю, что мы где-то вот... Блядь, ну тут они везде большие. Прямо они вот тут, судя по цвету, да, везде большие. Поэтому, наверное, и смысла-то нет. Давай попробуем прямо здесь, да. Делаем доворот вправо. А почему мы вправо делаем, мне интересно, если мы должны делать вроде как... А, нет, да, все правильно. Делаем вправо доворот. Делаем. Делаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Второй по размеру аэропорт Австрии Аэропорт Зальцбурга представляет собой современный региональный аэропорт, который играет важную роль в туристической отрасли региона и его экономике в целом. Расположен он в 4 километрах от центра Зальцбурга и 2 километрах от австрийско-германской границы. Так, ну тут понятно, это озеро мы пересекаем, далее у нас еще одно озеро по пути будет. Озеро называется Ат-Тарза. Потом, значит, пролетев это озеро, вот здесь вот мы пройдем, я думаю, да, здесь не так высоко, доберемся до озера Монзе. Сейчас Монзе, я бы, наверное, ушел бы уже вот сюда, тоже вдоль озера. Ну, посмотрим там по карте, видно будет. Может и не ушел бы, не знаю. Сейчас визуально. Погода, слава богу, хорошая. Визуально все можно отслеживать, смотреть. Блин, смотри, какая красота. Это же просто какой-то кайф. Так, вот здесь мы пройдем. Да, озера среди гор, также поселение среди гор, живут там люди, да. Визуально среди гор, живут там люди, да. Я не знаю, как здесь, блин, рассчитывает время, этот планировщик. Ну, 56 миль за 20 минут не проходим мы никак, даже при всем желании. Хотя идем мы на скорости 166 узлов. Но, тем не менее, тем не менее, да. Ну, фактически на пределе. В общем, неправильно планировщик все это дело рассчитывает так. Значит, здесь мы что должны рядом с озером пройти и далее там сделать какой-то круг, я так понимаю. Ну, это, наверное, мы облетаем. Вот он, видишь, маршрут, скажем так. Так, мы облетаем горы и вот мы уже наш аэропорт. Ну, да, пока что ни в одном симуляторе, который есть на данном момент, так вот визуально полетать. Мне кажется, не получится. Пока что, конечно, Microsoft Flight Simulator в этом плане. Там и такой симулятор продвинутый. Так, а что у нас тут у нас 17, а, 12, да, 12 же, блин, плохо видно. Нет, 17 все-таки. 17,5 миль. До нашей точки, с которой мы должны, по идее, начать заход выполняем. Хотя мы же без схемы, да, мы же просто ИЛС и все выбрали на этот самый. Заход по ИЛС, но без схемы. Схему-то я не выбирал. Так, 17 миль, давай тогда в достопримечательности мы все, в принципе, посмотрели. Все увидели, будем сейчас выходить на ЛЗП. Ну, а вот и я уже вижу ее. И заходить на посадку потихонечку. Продолжение следует... Так, ну, и я предлагаю начать снижение. Горы мы прошли. Снижаемся до 2000. Так, 800 футов в минуту. Естественно, прибираем руби. Почему-то опровод еще пока что не активирует. Ну, да ладно. Хотя, здесь, по идее, глиссадный ром должен появиться. Вот, 150 он захватил. Он должен показать, что мы выше. Но пока не показывает. Возможно, потому что мы еще далеко. Хотя, я бы, блин, наверное, что погода позволяет. Можно визуально заходить. Смысл нам сейчас вот это все облетать. Пошли визуально. Ну, что попроще активировать, это надо в процедурах делать. Там есть кнопка лоу, да, загрузить. Это то, что я делал в начале полета. А активация там рядом. Также нужно активировать, нажать. Ну, тогда активируется. Не буду я заходить сейчас в автоматическом режиме. Будем заходить визуально. Вон наш аэропорт. Его отсюда прекрасно видно. Так, вертикалочку нам надо чуть-чуть сделать больше. Давай, 1100. Так, 1100. Так, планка у нас зеленая пошла. Будем выходить на аэропорт. Так, сейчас мы идем чуть ниже глиссады. Ничего страшного в этом нет. Так, ну а здесь... Погоди, стой, стой, стой. Давай-ка включим, включим, включим. Если я вспомню, где я... Посадочку. Или нафиг посадку нам неинтересно. Наверное, будет на этом самолете. Ну ладно, пускай она будет. Так, запись я включил. На 2000 мы выравниваемся. Выключаем автопилот. Так, идем ниже глиссады. Судя по огням папи на приборы, я сейчас не смотрю. Покажу чисто визуально. Так, вот она наша глиссада появилась. Отлично, мы в глиссаде. Показывают нам огни папи. Не совсем прямо по курсу. Но мы его сейчас возьмем на подлете, грубо говоря. Так, скорость чуть-чуть надо убавить. Чуть ниже не страшно. Нам еще выравниваться. Полоса 15. Решение понятно, естественно, садимся. Так, и освобождаем вправо. Освобождаем вправо. Добро пожаловать в Зальцбург. Так, садились на пятнадцатую, с пятнадцатой будем взлетать. Так, с пятнадцатой будем взлетать. А я бы отключил Лендинск Лайт, включил бы Текси Лайт, убрал бы закрылки. Хотя все равно это сейчас все сбросится после того, как мне засчитают этот полет. Так, заправка, заправка, заправка нам пока опять же не требуется. Ну, мы вот здесь вот тогда остановимся. Так, ну давай, наверное, прямо здесь вот так, хоп. Стояночный врубаем, и все, за полетом в защиту, да, 49 минут. Ну, давай там, как бы еще будем считать, что мы запускались минут десять, ну тридцать девять минут, фиг с ним, ну никак не двадцать. Так, продолжаем, продолжаем мы дальше. Продолжаем. Да, улетаем мы с аэропорта. Поднимаемся в небо и берем курс на юго-восток, к городу Халайм, на берегу реки Зальцах. В этом историческом месте расположена шахта, где много веков добывала ли соль. Так, вот, единственное что, мы, блин, с включенным двигателем стоим. Ну, у нас топлива много. Ладно, смотри, сейчас мы делаем, короче, перерывчик, но на видео это, естественно, не будет, потому что я поставлю на паузу. Дальше что после перерыва? Мы настроим то, что нам нужно настроить, скажем так, для этого полета. Потому что тут он опять нам симулятор все, блин, попереключал так, как это хочется ему. Но мне так не нужно. Блин, неужели так темно? А, где у нас кабина-то? Тут прям совсем темно. И вот эта ручка, она, блин, охеренно мешает. Ну, видишь, он, блин, сбрасывает все, как ему нужно, короче. Так, уходи. Так, теперь у нас направленный свет, там все дела, все это горит, да? Так, ладно, давай тогда, давай тогда сделаем паузу и дальше мы перейдем к настройкам, то есть вот стрелки накрутим. Опять же план полета. А что у меня план полета, какого хера он тут остался? Ладно, не важно, все это мы сделаем. Это мы сделаем, вот так, повтор. А повтор мы посмотрим уже в конце полета, когда мы прилетим из Зальцбурга в цель Амзе. Ну, тут прям, а, нет, тут 43 мили нам всего лететь, то есть недалеко. Вот, ладненько, давай, пауза небольшая. Продолжаем наш полет. Так, летим с цель Амзе, я уже ввел аэропорт вылета Зальцбурга, ну, чтобы все накрутки не смотреть, короче. Вот. Цель Амзе там захода по Илс нету у нас. Так, Унтер. Давай посмотрим, что нам предложат. На какую полосу нам лучше сесть? Так, сейчас я посмотрю. А нам лучше сесть на 26-ю. А тут такой вообще нет. Интересно, тут есть у нас 25-я левая, но это короткая полоса. Есть 7-я правая, она тоже короткая. Есть 0-8-я, но это с другой стороны. Так, давай-ка мы попробуем поперещелкивать их. Нам нужна 26-я. Вот, есть 26-я. На нее мы и будем садиться. Так, ну а по процедурам нам, наверное, вряд ли что-то там дадут. Я не знаю, там даже, по-моему, вор-маяка нету. Вот я сейчас смотрю на втором мониторе по схеме данного аэропорта, там даже вора нет. Соответственно, да, вор-маяка тут нету. Давай посмотрим, что нам здесь предложат. Ну-ка, погоди, назад иди. Так, departure runway и transition. Тут мы просто выбираем схему захода, да? Я понятия не имею, мы же летим не по плану полета и последней точки у нас в плане полета так же нет. Это DEST-1A на 33-ю. Тут такой полосы нету. Погоди, погоди, погоди. Это DEPACHA. Нам-то нужен approach. Так, а ну-ка, давай. Нам предлагают только ввести бар в минимум, да? Сколько у нас превышения аэропорта здесь? 2470, это 2670. Ну, это я накручу. Но у нас он не дает никаких схем, ни transition, ни фига. Так, ну, точнее, вариантов захода. Ладно. Так, 2670 у нас. Так, 2670. Ну, да. Condition, но на проочном. Окей. Даже не лод, ни фига. Ну, тогда все. Закрываем процедуру. Закрываем flight plan. Вот, пойдем. Тогда мы визуально. Так, хорошо. Taxi light у нас горят. Taxi light у нас горят. Что у нас с закрылками? Закрылки во взлетном уже. А, у нас автопилот-то не настроен. Так, хорошо. Сейчас мы его настроим. Так, flight director on. Ядампер высота. Ну, почему не отображается-то? Все опять не так. Что он завис-то, блядь? Хейдинг работает, высота нет. Почему 1500 максимум? Ой, блядь. Так. И вертикальная скорость не работает. Отлично. Ну, че. Все хорошо просто. А так работает самолетик. Так, ладно. У нас отказ автопилота. Так, этот у нас призыв. Оземлился, да, он освобождает. Блин, а мы не успеем так взлететь. Ты че, чувак? Ну-ка, разворачивайся, давай. Прям на ходу, короче, все делаем. Хе-хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Так, ну нам разворачиваться нужно это. Понятно? Сейчас немножко скорость под наберем. oggi не будем. Хе-хе-хе-хе. Их-хе-хе. С schoolsл compensation, да, и без ручки. Лейпортскурон пролетаем прямо над городом. Не, не работает. Не работает Альт. Не хочет. Странно. Погоди, а у нас и здесь получается не поменялся, да, на дисплее линия ЛЗП. Наверное, знаешь почему? Опа, так у нас флай-директора. А, нет, есть флай-директора. Наверное, надо все-таки тогда выходить с полета и начинать уже следующий этап заново. Видишь, он как бы ставит свои настройки, но начинает подглючивать. Ладно, мы, короче, идем на аэропорт в Тель-Ан-Зе. Так, продолжаем набирать у нас горы здесь. Ну, сейчас тогда уже не доступ, не доступ примечательностей, скажем так, да. По причине, что, блин, полет мы совершаем на руках и визуально, поэтому просто летим. Да, ЛЗП тоже не поменялось, план остался старый. Хотя вот здесь, вот здесь, да, все поменялось. Так, ну, лететь будем между гор. Лететь будем ручками. Так, ну, 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 лететь будем ручками. ну да вот такая вот красота красотища просто нам бы по идее правее уйти подлетаем мы вверх к Десгадену вот здесь он среди гор расположен но нам от него нужно идти на национальный парк да там у нас дальше охренительно высокие горы ладно давай набирать тогда потихонечку будем набирать ну блин не каждый полет лететь на автопилоте можно и руками полетать на большом самолете конечно я бы так не стал делать особенно еще в какую плохую погоду ну а на Цесне почему бы не полетать на руках ну а ну а Вон где-то вот в этих краях, вот там вот справа, находится национальный парк. Так, ну мы пока в наборе, нам за скоростью надо следить. Блин, тут очень высокие горы. Давай попробуем мы где-то вот здесь вот слева обойти. Там вроде таких хребтов нету высоких, как у нас вот здесь на пути прямо. А гора эта называется Хоккёнинг. Которую сейчас мы пытаемся облететь. И я очень надеюсь на то, что нам это удастся. Блин, мы уже на 7500 забрались. Толстопузики, которые сзади, которых я везу тут, наверное, уже наделали мне там кирпичей. Но ничего страшного. Они хорошо платят. Я думаю, и химчистку оплатят тоже. А наша задача доставить их до точки назначения. Так, вот здесь вот мы сейчас пройдем. Кайфово, да? Лидочек. Так, ну вот, облетели мы эту гору. Так, что там у нас справа? Но это еще не все. Вот эти горы нам тоже придется все облетать. Так, пойдем вот здесь. Здесь пониже. Да, воздух разряжен на высоте. По скорости мы просели, но это не страшно. Пока все в пределах нормы, в принципе. Так, сейчас пытаюсь я затремнировать его, чтобы более-менее идти ровно. Он пытается продолжать набирать, но скорость растет. Нам по-хорошему сейчас по прямой. И там будет такая ложбинка. И там будет такая ложбинка. Слушай, а можем и сюда мы уйти? Вот здесь. Во-во-во-во-во-во-во-во. И там уже нету таких высоких гор. Можно было там впереди в ложбинку нырять. Можно вот здесь зайти. Вдоль вот этого, скажем так, междугорья выйти на озеро. Вот, отлично пока что все вроде получается. Блин, на 10 тысяч мы забрались. Да, здесь будут порывы. Это понятно. Среди гор потоки воздуха здесь. И смешиваются, и всяко-разно. Немножко потрясет. Так, а у нас тут что по карте? Ну-ка, увеличь ко мне немного. Изображение. Вот он, наш аэропорт. А где озеро? Я почему-то озеро не вижу. По идее, сейчас должны к нему подлетать. А, ну вот он, удар все правильно. И нам нужно уходить влево. Что по аэропорту тут увидеть? Чтобы вообще понимать, где я, блин. Так, озеро есть. А, вот аэропорт, а он прям под нами. Отлично. Ну и тогда начинаем снижение. А мы и так его уже начали, да? Сейчас вот здесь вот мы в низине развернемся. Тут находится город Банхов. Ох ты, у нас превышение. Ва, косяк, косяк, косяк. Блин, ну да, бывает и такое. Ну, короче, каждый второй полет у нас не состоялся, я так понимаю. Блин, ну, 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 ну. Ну, как-то очень быстро, скажем так. У нас развалилось воздушное судно. Очень быстро оно развалилось. Ну, блин, не понравилось. Мне только она начала пищать, что я скорость превысил и тут же развал. Ну, что поделать, что поделать. Ладно, тогда Зальцбург цель Амзе в следующем видео. Так, ну, а сейчас буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч. Блин, погоди, а я же повтор обещал. Не сможем мы его уже, наверное, посмотреть. Жаль. Ладно, в следующий раз буду внимательней. Всем пока. Пока.